Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в Star Steppel Online. Посмотрим, что же нам добавили, что немножечко переделали в нашем последнем зимнем обновлении, потому что уже на следующей неделе зима уйдет с юриком. Поэтому заваривайте себе горячее какао, берите маршмеллоу или зефирки, устраивайтесь поудобнее, а также седлайте своих коней и... поехали! Начнем, пожалуй, с самой важной новости, точнее, самой неважной новости. Для тех, у кого есть лайф, купленный Star Rider на постоянной ежедневой... ежедневой... да! Единовременной покупкой в бонусной лавке в Морланде мы получаем... ваааа! Мы получаем бесплатно вот такой вот шлем! Вот такой вот классный шлем! Посмотрите, прям... Я, если честно, не люблю золото, даже цвет золотой не люблю особо, но... Как бы, раз разработчики решили сделать так, то так носить и будем. В общем, вот такой классный шлем, достаточно новой модельки. Но, если честно, все равно в моем сердце навсегда останется вот этот шлем, который продается в Ерлхейме. Там, по-моему, за полторы тысячи шиллингов. Это моя любовь навсегда. Но сейчас мы оденем шапочку. Да, так что, если вам понравилось, то бегите, забирайте. Также перейдем к следующей новости. Зима пока что не уходит, но, тем не менее, у вас осталась последняя неделя, чтобы собрать теплые пожелания, если вы не успели обменять эти пожелания на всякий шмот, на пингвинчика и на опыт лошади, если вы, допустим, это делаете. Поэтому для таких дел у нас около домика бабули Миссис Холсворд стоит вот такой вот помощник Санты Аврорус. Помогает сменить мероприятие с северным сиянием. Как это работает? Вы, допустим, выполнили абсолютно все мероприятия в деревушке. Подходите к нему, и он вам предлагает мотнуть время вспять. И он меняет, как бы, северное сияние на рандомные, которые могут быть. Но я не знаю, как это работает. Вообще, по-моему, у нас каждый день одни... А! Вот, по-моему, у нас просто другие северные сияния появляются. По-моему, это так. Оставьте все как есть. Вот. И у нас появляются новые северные сияния. Вы после того, как выполнили, значит, те сияния, что у нас есть, с помощью Авроруса добавили новое сияние. И уже после того, как вы выполните дополнительное северное сияние, вам нужно будет перезайти в игру, чтобы повторить такую же процедуру, чтобы заработать кучу этих желаний, если они вам еще нужны, если вы их не успели еще собрать. Так, это по поводу, скажем так, заработка теплых пожеланий. Что-то у меня как-то камера дергается очень быстро. Значит, до сих пор у нас еще до конца этой недели, то бишь до следующей среды, действует последняя неделя скидка на Ахалтикинскую и Марварскую лошадку. Напоминаю, что Ахалтикинская лошадь третьего поколения стоит 553 старкоинца, а Марварского поколения 3 тоже стоит 760 только старкоинцев. Так что пока что скидка на них еще держится. Если вы хотели, но долго думали, у вас остался последний шанс. Так что бегом покупать Ахалтикинцев, Марварцев и радоваться жизни, если вы обожаете этих лошадей. Я же Марварию все-таки брать не буду, не хочу я эту лошадь видеть у себя на конюшне. Вот как-то так получилось. Так что, на удивление, на этом обновлении все оно получилось очень коротким, потому что, а что еще рассказывать, разработчики в этом обновлении просто дают нам возможность получить желаемые комплекты, питомца, может быть, чуть-чуть деньжат и опыта для наших лошадок. Да? Ну и, в принципе, просто последняя возможность покататься по зимней деревушке Санта-Клауса, по которой мы опять будем скучать потом весь целый год до следующего года. Вот, но... А мне лично, кстати, это последняя неделя, последняя возможность купить все-таки двух магических арабов, которых я до сих пор не купил. Так что не переживайте, нет, это не на канале, просто где-то спрятано видео с покупкой этих двух красавцев, а просто, в принципе, покупки еще и не было, поэтому, да, придется еще подождать, если, глядишь, до следующей среды я созрею, а я созрею, и я выложу видео с покупкой этих двух лошадок. Так что на этом все. Обновление подошло к концу. На следующей неделе, кстати, очень интересные новости. К нам приезжает в конюшню Юрвика олимпийский чемпион Марк, который готовит для нас новые соревнования. Это очень интересно, и когда я прочитала эту новость, мне очень стало смешно, потому что у нас в клубе был такой человек по имени Марк, и когда я прочитала эту новость, я сразу скинула в диалог наших бывших драконов, что Марк, что ты нам готовишь? И все как-то поняли эту смешную шуточку. В общем, да, какой-то новый выездюк у нас будет. Мне-то интересно просто откуда возьмется этот новый наездник, чемпион олимпийский, наверное, как он там прописан в обновлении, и какую скачку он может нам приготовить на конюшню Юрвика. Вариантов, кстати, немного. Это либо конкурная скачка, либо скачка по местности, либо, ну, самое примитивное, просто несколько кругов вокруг плаца в конюшне Юрвика, чтобы это было как-то похоже на скачки. Ну, не знаю. По мне, так просто, 22-й год, пожалуйста, да, мы в курсе, что вы будете обновлять персонажей. Это я очень сильно жду. Тем более, что у меня появился еще один аккаунт. Боже, сколько можно аккаунта создавать? Ну, и да, у меня появился еще один аккаунт, и следовательно, как только обновят персонажей, нам эту возможность обновить наверняка дадут бесплатно, и я всех персонажей буду сидеть, просто переделывать, как угодно. Но, кстати, знаете, что интересно? Судя по артам, обновление будет глобальным, и мне вот интересно, мы при заходе в игру будем создавать персонажа как будто бы с нуля? То есть мы зайдем в игру, и нам высветится редактор персонажа, мол, выберите своего персонажа. Или же мы зайдем в игру, у нас будут наши старые модельки, вот эти, которые сейчас, и нам предложат пойти в конюшню и переделать своего персонажа по новую модель, под новую модель. Тогда, ребята, вы представляете, наверное, каким сокровищем? Да, может быть, большинству не нравятся старые модельки, нынешние модельки, точнее персонажей, но вы представляете, если будет такая возможность, что выбирай, либо обновляй персонажа под новый лад, или ходи старым персонажем. Вы представляете, что спустя пять лет вот такой возможности новые игроки будут появляться уже с новыми персонажами, и они увидят вот это вот, вот, вот это вот, то, что сейчас мы с вами видим, вот этих старых персонажей. Я думаю, у них был бы шок. Ну, если честно, кстати, я очень скучаю по самым первым персонажам с длинной шеей. Все-таки вот одежда на них как-то и прически сидели лучше, смотрелись круче, ну и с конями старыми они сочетались. Да, поэтому мне очень интересно, как новые персонажи будут странно смотреться, наверное, да хоть вот на этом же фьорде, на старых началках. Я думаю, это будет что-то ужасное, особенно на старых фризах, андаузах и рабов. Ну, в общем, чего гадать, просто сидим и ждем, какие же обновления, какие же новости будут в 22-м году. Так что, спасибо, что посмотрели это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, как вы же проведете последнюю неделю зимы, как вы планируете точнее ее провести, что будете делать, будете ли собирать пожелания, или просто последние недели будете наслаждаться в зимней деревне, катаясь и отдыхая в ней. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Хорошего вам последнего снегопада на Юрвике.